В одном из предыдущих видео мы показывали вам заварку трещинга БЦ Mercedes-Benz 2.7 CD. В том ролике мы рассказывали о том, как правильно настроить сварочный аппарат, как правильно подготовить к сварке головку, разделать ее, как правильно заварить те или иные трещины. Ссылка на это видео будет в описании. В этом же видео мы покажем полный капитальный ремонт ГБЦ Mercedes-Benz 2.7 CD, но уже без сварки. Итак, немного предыстории. В систему охлаждения этой головки пошли газ. Привезли головку к нам. Визуально мы обнаружили кучу трещинга. Ее почистили, помыли, разобрали и отдали на опрессовку. На опрессовке увидели, какие трещины дуют, а какие нет. Продефектовали втулки клапаны. Слово, этот процесс, а также многие другие процессы, задействованные в данном ремонте. Это опрессовка, заварка, замеры, дефектовка и многие другие. Мы подробно описывали ранее. Заходите в описание под этим видео. Там мы все эти ссылки разместим. Продефектовали клапаны на биение и износ стержня. Оценили внешний и по вылету клапаны все два клапана. Согласовали ремонт с клиентом и осуществили сварочные работы. Затем отдали головку на опрессовку и убедились, что заварка прошла успешно. На том наше видео и окончилось. Теперь мы рассказываем далее. Далее после того, как осуществили опрессовку, мы отдали головку на восстановление мест под седло. Теперь ГБЦ попала в руки токаря Виталия, который выставил ее на координатном станке. Центрируя по втулкам, Виталий приступил к росточке заваренных посадочных мест. А вот и небольшой нюанс. Токарь всегда старается растачивать места под седло, если, конечно, это возможно, в один размер. Это нужно для удобства, чтобы не точить для каждого посадочного места свое седло. Конечно, вытащить разные седла не проблема, но все же. Если, к примеру, нужно вытащить 8 седла выпускных и 8 впускных, проще же сделать 8 одинаковых седла с одним размером для впуска и 8 другого размера для выпуска. Не путаться, не подписывать, где какое нужно ставить седло, но и на самих седлах писать, где из них какое. Итак, после росточки Виталий измеряет размеры седел. По его замерам мы подбираем из специальных заготовок, в нашем случае из металлокерамики, нужное количество заготовочек и отдаем токарю. Передаем ему и требуемые размеры. Во время заварки сварщик Андрей заварил не только посадочные места, но и каналы форсунок и свечей. Нам нужно восстановить и их. Для того, чтобы рассверлить отверстия свечей, берем специальную оправку требуемого размера, в коих сделано несколько десятков разных размеров под разные диаметры и резьбы. Эту оправку закручиваем в резьбу свечей, которую нужно просверлить. И она будет выполнять у нас функцию направляющая для сверла и в то же время не даст нам возможности испортить резьбу под свечу, нарезанную в головке. Обязательно смазываем сверло, в нашем случае диаметр сверла 5,2 мм, маслом. Вот такое отверстие у нас получилось в итоге. Таким же образом осуществляем сверловку остальных свечных отверстий. Затем берем другую оправку, оправку для колодца форсунки. И теперь уже сверлом диаметром 7,7 мм, поправляем отверстие форсунок. После всех этих операций обязательно нужно вновь опрессовать и выяснить, не нарушили ли мы герметичность. Возможно, после сварки остались какие-то пустоты или раковины, или где-то сварщик не доварил, как требуется. Тем более, что эта операция по большому счету не трудоемная. Опрессовка показала нам целостность головки. А значит, и токарь Григорий приступает к изготовлению сёдла. После того, как сёдла готовы, мы готовим инструмент для их запрессовки. Подбираем оправки по нашему сёдлу и по нашей втулке. Более подробно о монтаже мы, как я уже говорил, рассказывали в одном из наших видео. Смотрите ссылки в описании. Когда мы подготовили инструмент, нагреваем головку до 100-120 градусов. Этого вполне достаточно. Затем смазываем каждое седло маслом и забиваем в расточные места по своим размерам. Слово говоря, если бы нам нужно было поменять и втулки, то все действие можно было бы произвести за один присест. Забиваем не спеша, бьём лёгкими ударами, как бы находя седлу в своём месте. Когда мы ощутили, что седло заняло уже своё место, то забиваем с усилием до характерного звонкого стука. Этот звук нам скажет, что седло упёрлось в головку. Обязательно визуально контролируем посадку седла. Нет ли щедли между седлом и головкой. Смотрим и видим, всё стоит на месте. После этой операции, после того, как головка остыла, ещё раз опрессовываем её. Часто задают вопрос, зачем столько раз опрессовывают? Почему после сварки, расточки мы это делаем? Объясню. Дело в том, что каждый специалист выполняет свою работу. И у него всегда есть определённая очередь. Расточка на координатном станке, порезка седел – это не минутное дело. И это одна сторона медали. А теперь представьте, каждый специалист выполняет свою работу, а после конечной опрессовки вдруг где-то оказалась маленькая, даже очень крохотная дырочка. И что? Теперь всё нужно переделывать? Вся работа, а также новые седла в помойку. А вот опрессовка абсолютно нетрудоёмкая и по времени отнимает с десяток минут. Поэтому, чтобы избежать таких нюансов, легче, проще и лучше опрессовать. Итак, опрессовка показала, что у нас всё в порядке. Теперь мы можем двигаться далее. Следующая операция – это порезка седел. Их можно порезать и шарошками, но у нас для этой цели станок. Хотя и шарошки также часто используем. Нарезаем фаски на новых седлах, а также поправляем старые. Зачем поправлять старые, кто не в курсе, поясню. Во время работы клапанов последние постоянно открываются и закрываются, тем самым стучат по фаске к седлу. Фаска от постоянных прихлопываний начинает расползаться и становится широкой. Попросту расхлёпывается. Нарушается прилегание клапана к седлу. Ну, а последствия понятны. Мы же специальными рисами с требуемыми углами исправляем эту ситуацию. Поправляем восстанавливаемую фаску тарелки клапана. От долгой работы она также деформируется. Фаска становится эллипсной и непрямой. Вышлиповываем её на шлифовальном станке. Как правило, после станочной обработки пары седлу клапан, притирать эту пару не требуется. Если взять вакуум-тестер и проверить вакуумом прилегание седлу клапан, то мы увидим идеальный результат. То есть, когда стрелка вакуум-тестера входит в зелёную зону, то это означает, что пара притёрта. Однако, даже в таких случаях бывает, когда возьмёшь притирочную фаску и тиранёшь фаску, то на фаске можно увидеть небольшие залысины или мелкие пропуски. И хотя считается, что при запуске и непродолжительной работе двигателя пара седлок-лапан прихлопывается и такие нюансы уходят, мы всё же делаем контрольную притирку. И если такие пропуски обнаруживаем, то вручную дотираем пару. По времени такая процедура много не занимает, но мы тем самым контролируем нашу работу, а в случае чего корректируем результат. Притирать можно разными способами, мы уже о них рассказывали. В данном случае мы будем использовать вот такое приспособление. Это приспособление на пневмоприводе. Шток с присоской делает возвратно-поступательные движения вокруг оси. На ножку клапана одевается пружин, чтобы был подпор. Берём притирочную фаску, наносим небольшое её количество на фаску клапана и чуть-чуть, буквально, как говорится, касаемся седла. Нам хватает несколько секунд для притирки. Достаем клапан, удаляем фаску и смотрим. Мы видим, появилась кольцевая матовая фаска на клапан. Убеждаемся, что нет пропусков из-за лыси. Фаска должна иметь чёткие границы и быть однородно матовой. Если всё же есть такие нюансы, то процедуру притирки нужно повторить. В нашем случае всё идеально. Соответственно, осматриваем и седло клапана. Таким образом притираем и остальные клапаны. После данной операции обязательно нужно тщательно удалить пасту. В состав пасты входит абразив. Если она попадёт в пару направляющая втулка клапана и ножка клапана, а можно сказать, со стопроцессной вероятностью это произойдёт, если пасту хорошенько не удалить, то за очень короткое время износится втулка и пострадает клапан. Мы же в конце всей нашей работы обязательно промываем головку в моечной машине. Проверяем вакуумом. И видим, что стрелка уже находится в конце зелёной зоны. То есть мы улучшили свой результат обычной непродолжительной притирки. Хотя этого же результата вы достигнете при первом запуске двигателя. Как я уже говорил, прихлопает. Но всё же. Далее мы замеряем вылет клапанов и выводим их в зону срабатывания компенсатора. Что это такое и зачем это нужно делать, расскажем в последующих видео. А нам остаётся отфрезеровать поверхность ГБЦ, обдуть головку, обязательно помыть её и другие комплектующие, пружины, тарелочки, сухари в моечной машине и собрать головку. Вначале накидываем нижние тарелки, а уже затем надеваем сальники клапаном направляющие втулки, а не наоборот. В этом случае тарелка не надевается через сальник. Ставим клапаны по своим местам. Ставим пружины. Обращаю ваше внимание, что впускные и выпускные пружины немного отличаются в диаметре, поэтому ставим большую пружину на выпуск. Накидываем верхние тарелки с сухариками и засухариваем. Обязательно после засухаривания необходимо обстучать ножки клапанов. Это делается для того, чтобы сухарики легли в своё место и обжали клапан. Головка готова. А на этом всё. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, обязательно ответим. И без аварийных вам поездок.